Добрый день, дорогие друзья! Сегодня субботние встречи о главном, но не я один, а у нас диалог, потому что нужно создать какую-то структуру организационную, где бы собирались любители и профессионалы в области истории и экономики, чтобы нам разобраться, каким же путем двигаться вперед. Такое предложение для сегодняшнего обсуждения. Есть две альтернативные модели, если взять экономику. Вот есть два варианта экономического развития. Первый, и он сейчас популярный и модный, это мобилизационная сталинская экономика. И говорят, что альтернативы нет, поэтому модернизация, вся индустриализация шла от сталинских пятилеток и дают соответствующие цифры, доказывающие эффективность, действительно эффективность сталинских пятилеток. Однако, если посмотреть предшествующие десятилетия в виде Гойл-Ро, 21-30-й год, то там тоже обнаруживается, вот я предлагаю для обсуждения следующие дискуссионные вопросы. Первое. Планирование и планы экономического развития – это не только инициатива сталинских пятилеток, но и ленинской десятилетки Гойл-Ро. Первое. Второе. Индустриализация, и даже термин, возник не со сталинских пятилеток, а и с того же Гойл-Ро – десятилетки. Причем план именно десятилетнего развития. Дальше еще, что очень важно, если взять сельское хозяйство, а вообще вся индустриализация у нас построила благодаря труду и поту и крови крестьян, ибо закупать нужно было валюту, а у нас валюты золотой не было, поэтому хлеб выступил тем товаром, на который можно было закупать мощные индустриальные предприятия в том числе. Так вот, третья гипотеза, предположение для дискуссий, что сталинская насильственно-интенсивная коллективизация не дала никакого экономического эффекта в плане развития темпов сельскохозяйственного производства. Вот примерно две этих вещи, две темы с фактами и с доказательствами, я думаю, есть смысл нам сегодня обсудить. И еще, очень важно, мы собираемся здесь не для того, чтобы с Дмитрием Николаевичем ворошить прошлое, нюансы, то, что было там сто лет тому назад. Нас интересует сейчас, что мы можем предложить для вот грядущего, наступающего, вот я чувствую, оно все ближе и ближе, причем, чтобы это было не абстрактное построение, а предложение, обоснованное фактами, предшествующие стой. Вот у меня такое предложение. Ну, что ж, предложение хорошее. С чего предлагайте начать? Планы Голоро или сразу перейдем к коллективизации? Ну, давайте на ваш выбор. Дело в том, что поскольку я довольно много изучал как раз именно этот период, 20-х годов, хотя он был в моих исследованиях больше такой предваряющий, индустриализацию, главный предмет на моих интересах, ну, так получилось, что да, надо смотреть, что еще взялось. Я хочу сказать, что вот распространенное мнение об этом периоде, они абсолютно неверны. Во-первых, план Голоро, да, он действительно планировался на 10 лет, хотя у него не было точной разбивки по времени, как в последующих пятилетках. Это в пятилетках, да, ввели вот по годовое планирование, там жесткий такой временной график, Голоро этого не было. Более того, Голоро был пересмотрен в 27-м году, и пересмотрен довольно существенно. В своей книге «Сталинская индустриализация» я даже назвал этот вариант плана Голоро-Биз. Причина очень простая, потому что план-то Голоро запланировал, а строить в начале 20-х годов стали кто во что гораст. Особенно на Донбассе. Когда началось вот это вот бурное возрождение как раз сильно разрушенного угледобывающего металлургического района, потребовались энергетические мощности и стали строить электростанции. Ну вот, невзирая ни на какие планы, они появились. И для того, чтобы привести как раз план в соответствии с сложившейся реальностью, да, пришлось его пересмотреть, кое-что переделать. Некоторые электростанции в нем появились, некоторые исчезли. Вот так появился вот этот вот план, который назвал Голоро-Биз. Он был в целом выполнен где-то там в 1932 году, если меня не изменяет память. Ну, по мощности. И непосредственным наследником этого плана был другой план, который очень малоизвестен, но он поражал гораздо больше. Вообще, план Голоро, он сам по себе вот такой впечатляющий. Я в библиотеке, в государственно-публичной исторической библиотеке, я нашел оригинальное издание этого плана. То есть ту самую брашок 20-го года, которая была вот в руках у депутатов того самого, собственно, съезда Советов. Да, это впечатляюще, держать-то в руках. У меня даже такой образ появился, когда держал-то. То есть Ленин выжимает в руке провод с оголенными, как говорится, искрящимися концами и надписью «Ударим Россию толком». Да, вот влияние. Но план, собственно говоря, последующий, вот этот, который был составлен в 30-м, 32-м году, уже в начале, уже где-то в середине первой пятилетки, он был гораздо более внушителен. Во-первых, это многотомное сочинение. Вот такая стопка книг стала. Восемь томов. Причем некоторые тома очень большие, то есть их так в руке даже держать. И там вопрос был рассмотрен исключительно тщательно. То есть там и топливные балансы, и передача энергии, и распределение потребления в промышленности. И даже была теплофикация, которой в Галуроне было. Было, соответственно, там потребление электроэнергии в быту, которой тоже в Галуроне было. И вот этот план, как раз составленный комиссией Ломова, он, по сути дела, и стал реальной основой единой энергетической системы. И все того, что было построено в Советском Союзе в 30-е, там, ну и послевоенные годы. То есть реально теоретическая основа вот нынешней единой энергетической системы. Там, конечно, да, можно заметить идеи, которые восходят к Галурону. Но он туда внес очень немало оригинальных идей. И в частности, вот что меня в этих обоих планах привлекает, и что, на мой взгляд, является очень ценным для построения дальнейших каких-то предположений. Во-первых, две вещи. Во-первых, экономика производящая в целом зависит от технологий. Вот какие технологии есть, и как они сырье преобразуют в готовый товар, по каким коэффициентам, вот так вы можете запланировать. Я вот, например, смотрю, очень много читаю планов. Ну, отчасти мне интересно, отчасти по нужде. Просят. Я вот, например, нигде не вижу в современных планах вот этого коэффициента, вот этого понимания. А советские плановики и в плане ГУРО, и, собственно, комиссия Ломова, они это понимали прекрасно, они это сделали основным орудием еще планирования. Они так и заявляли. Вот если мы введем технологии, которые меняют эти коэффициенты, значит, мы, собственно, создадим экономику совершенно нового типа. Приду простой пример. Коэффициент, собственно, превращения угля в электрическую энергию. На момент плана ГУРО это килограмм 200 граммов условного топлива, то есть, донецкого угля, киловатт-час. А сейчас это 285 граммов на те же самые, как говорится, киловатт-час. То есть, мы можем увидеть, какой прогресс за 100 лет произошел. И вот они, собственно говоря, вот эти плановики в плане ГУРО, потом комиссия Ломова и в последующем, они изыскивали все возможные технические способы, чтобы вот этот коэффициент поменять в сторону его уменьшения. Потому что это очень просто. Если промышленность у вас растет, если она потребует больше электроэнергии, то с высоким коэффициентом у вас начнет тянуть угледобычу. А она, извините, не резиновая. Из Донбасса и даже из Кузбасса, и из, как говорится, других бассов, так говорится, все равно вот не вытянешь. Есть ограничения чисто геологического свойства. И второй момент. Если у вас все вот это вот растет, то не только тянется вот этот угледодобыч, который может стать ограничивающим моментом, соответственно, вы тоже можете упереться в различные технологические ограничения, ограничения, которые вам просто не позволят поднять вот эту вот, как говорится, планку потребления электроэнергии. Она была очень важна, потому что целый ряд технологических процессов, которые переходили в 30-е, в 40-е, в 50-е годы, они требовали резкого роста энерговооруженности. Например, там, скажем, выплавка алюминия, которая, ну, практически чисто, как говорится, электричество. Там производство всевозможных синтетических продуктов, то есть там связывание азота, там много, там несколько десятков технологий, которые требовали очень серьезного расхода электричества. И если, соответственно, вот у вас коэффициент в расходе топлива на киловатт-час таковы, то он слишком большой, то вы просто можете не суметь пройти вот в эту, как говорится, новую производственную реальность. И они об этом знали, они это понимали, и, соответственно, вот как раз, исходя из этого, они планировали и ставили перед собой технические задачи. В материалах вот этого плана электрификации, который составил комиссию ЛОМУ, а там был, например, такой момент, вот они как раз уперлись в уголь, потому что энергопотребление растет, растет во всех районах, где-то уголь есть, где-то его нет, и, соответственно, что делать? Как обеспечить те районы, где нет топлива сейчас? Ну, по тем временам не было. У них было две альтернативы. Либо, соответственно, железной дороге возить уголек туда, либо, либо, либо электропередача. И тут они узнают, что у них, оказывается, нет технологий для высоковольтной электропередачи. Она эффективна, да, то есть теоретически расчеты показывают, что можно там полторы тысячи, две тысячи, там пять тысяч километров, но у них нет таких, нет оборудования. Потому что все это, как говорится, нет у них высоковольтного оборудования. Они поставили перед собой в плане задачу, записали прямо, разработать в течение, там, скажем, пяти, семи, там, десяти лет вот это, соответственно, вот это оборудование, научиться строить такие высоковольтные линии электропередач, которые это все позволяют делать. Вот этот момент, вот именно вот этого технического, скажем, предвидения, вот он как раз мне больше всего нравится, в данном советском планировании. И они его довели как раз до, ну, не то чтобы до совершенства, они сделали его, ну, скажем, постоянным рабочим инструментом. И вот он используется в целом ряде отраслей, не только в электромерегетике. Вот, и в принципе, можно использовать сейчас, потому что, да, есть новые материалы, которые дают новые возможности, есть новые, там, скажем, технологии, которые тоже дают новые возможности. И, скажем так, конструировая из этого некую желаемую реальность, можно что-то получить. Я сам делал такие пробы, и они приводили иной раз к совершенно неожиданным результатам. Например, если бы нам, допустим, построить по 100 квадратных метров жилья для каждого человека, живущего в России, то выйдет, что мы полностью израсходуем все наличные запасы глины, на производство цемента. Такой получается, КГЦ, такие цифры у меня вышли. Поэтому, соответственно, из-за этого как раз-то совершенно в духе комиссии лому поставил перед собой, КГЦ, это вопрос, а что делать? И тут я вспомнил, собственно говоря, силикальцит Йоханна Сахинта, советского эстонского ученого, который, соответственно, глину не использует. Это, собственно, смесь песка и известняка, который перемалывается в очень мелкую кольню. И из него получается тоже прекрасно строительный материал. Там Хинта затоптали, его там, как говорится, изобретение, оно долго лежало, как говорится, полузабытым. Но вот именно в решении этой задачи, скажем, оно раз и находит. Более того, на цементе мы не уедем. И цемент как раз он не только глины требует, он еще и энергоемок. Страшный энергоемок. То есть он расходует топливо, расходует там газ, расходует уголь, еще что-нибудь расходует. А силикоцид в данном случае более экономичен. Поэтому, соответственно, если мы хотим, допустим, решить такую задачу экономическую, дать каждому по 100 квадратов, то линс, линс, мы должны изменить строительный материал. Ну, я довольно долго говорю, поэтому давайте передам вам возможность высказать. Я с удовольствием вас выслушал и убедился, что вы совершенно, вернее, в русле моих представлений и моих соображений, вы просто продолжаете и дальше развиваете. Это как если бы я сказал, что автомобильная промышленность и индустрия начинается там с Роллс-Ройс или с Форда, а вы стали возражать бы, ну, посмотри, что Элон Маск, какие автомобили делает, разве можно сравниться с тем, что делал когда-то Форд в 20-х годах, правильно? То есть идея, поданная тогда в автомобилестроение, там четыре колеса, резиновый, обода, двигатель, рулевое колесо, коробка передач, все оттуда, от тех автомобилей, принципиально дополнительные надстройки. И вот я тогда, мое желание обратиться сейчас к общественной, потому что к общественности, потому что вопрос действительно стоит ребром. Вот каким нам путем сейчас пойти? Тем очень эффективным, но чрезвычайно затратным в людских ресурсах путем сталинских пятилеток, мобилизационных, или добиться тех же результатов значительно более щадящим, демократическим, гуманным путем? И я вот сейчас перечислю. Первое. Значит, мой тезис. Ленин сейчас вычеркнут из наших дискуссий. Ленина нет. Это вот там где-то далеко что-то было, вот он замаячил, а потом вся деятельность экономическая перешла в руки Сталина. И благодаря пятилеткам ничего подобного. Значит, кроме Сталина есть еще Ленин и Рыков. Вообще-то вот десятилетия Гойл-Ро, кто в хозяйственном плане занимался всеми этими вопросами. Иосиф Виссарионович вообще был на статусе секретарь ЦК. Это секретарша или секретарь. Это всего лишь какая-то техническая должность. Но это отдельный разговор. Он гениально из этой структуры создал мощный инструмент управления всем. Поэтому на том этапе действительно Рыков и Ленин. Вот Ленинская, Рыновская, Рыковская модернизация. Дальше. Предвидение. Предвидение как раз в Гойл-Ро впервые. Вот впервые длительный прогноз. Причем как раз Рыков и Орис со Сталином говорил. Для таких задач пятилетний интервал слишком короткий. Это десятилетнее. И было первое десятилетнее прогнозирование предвидения, когда Уэл сюда приезжал. Он говорит, да это фантазия. Это фантазия. Он думает, ему кажется, на самом деле это невозможно. А потом, когда повторно говорит, гениальное предвидение, которое было просчитано, разумеется, не так детально, как вы говорите, но там было просчитано, вот я читал некоторые моменты, до того, сколько обуви, сколько две пары обуви должно быть в год на человека. Вот мне попал такой момент, и я еще зафиксировал. Это же надо, насколько детализированы были проработаны планы проектные. Более того, там уже сделали районирование 8 районов по России в целом. И для каждого района своя профильная алгоритмика расчета потребностей кому-то уголь, кому-то электроэнергия, кому-то торф. Все намного более просто, чем вам кажется. Не-не, я просто перечисляю. Я подчеркиваю то, что вы сказали. Я с этим согласен, но это совершенно не опровергает вот моих тезисов, что действительно, ленинская индустриализация, даже ленинская, рыковская, если говорить по ее выполнению, прогнозирование, планированное, длительное планирование. Вы говорите, не было четких ориентиров. Были, но в той мере, как, допустим, на заводах Форда 2020 года, там были детали проработаны. Но не настолько там не было парктроника, там не было климат-контроля, там не было многих других вещей, которые есть у современных автомобилей. Но идея о том, что все пошло от Ленина и от индустриализации 20-х годов и планирования, и эффективность, вот если посмотреть по цифрам, значит, в плане ГОЛО было два этапа. Первые пять лет, значит, там с 21-го, потому что подписано было в 20-м году, в декабре уже, то есть реально с 21-го по 30-й год, вот 10 лет четко выполненных, вот там была реальная постановка и четкое требование выполнения задач. В отличие от планового, то есть у Сталина говорится план, да, но там настолько он был произвольно меняемый, то пятилетка, то потом четырехлетка, потом трехлетка, потом одно, потом втрое, контрусиление. А что такое опережение плана? Это все равно, что не выполнение плана, это идет срыв уже установленных каких-то расчетных параметров, поэтому я бы не сказал, что у Сталина была вот именно четкая плановая экономика. Там была воля царя, который ориентировался, кстати, в царской экономике, тоже были планы, они тоже рассчитывали. Это вот у нас, и у меня было до сих пор такое мнение, что царская экономика, там только одни капиталисты. Нет, там был огромный сектор государственной экономики, и там были такие же планы, и так же просчитывали. И оттуда, кстати, идея индустриализации там стала зарождаться уже где-то в конце периода царской империи. Да-да, генерал Ванков был такой, да, когда ему снаряды пришлось сделать, он выяснил, что председатель завода строить. Да. И еще вот я назову тогда цифры, доказательства. Итак, в Гойл-Ро два по пять лет интервала. Первый – восстановление разрушенной экономики. Кстати, вот я читал краткий курс ВКПБ, и там перечисляют недостатки и ошибки плана восстановления. Начинают перечислять не ошибки и недостатки, а просто констатация. Все было разрушено, нужно было восстановить, нужно было вернуться к тому потенциалу, который был. И вот какие там были темпы восстановления ежегодно? 50%, 20%, 30%, 30%, 50%. Вот такими темпами шло восстановление. Потом берем следующие пять лет Гойл-Ро до 30-го года. Кстати, мне непонятно, почему Иосиф Виссарионович взял и наслоил свою пятилетку на последние годы Гойл-Ро. Это не совсем честно, потому что там уж слишком большие достижения было, и сейчас можно приписать не прогресс, а первой пятилетке. Потому что он в полную мощь пошел в 32-м году, но его заложили в 27-м году. Итак, 27-й, 28-й, 29-й, 30-й – это Гойл-Ро, а 31-й, 32-й – это сталинские пятилетки. Вот тогда кому принадлежит Днепрогресс? Я согласен с Рыковым, нужно не делить по пятилеткам, а длительные интервалы сказать, вот то, что потребовалось для того, чтобы… А это символ вообще сталинской индустриализации. Насколько я помню, ну, просто я что-то могу уже подзабыть. По-моему, Днепровская ГЭС не было в плане Гойл-Ро. Ну что, не-не-не, американцев привезли сюда, это Гойл-Ро, 27-й год. В самом оригинальном плане, по-моему, Днепровская ГЭС не было. Этот проект появился позже. Нет, ну, неизвестно, как план генеральный у вас попался, это… Самый оригинальный. Ну, может быть. Изданный, собственно говоря, в 20-й год. Это можно, конечно, посмотреть, уточнить, вот, но насчет того, что вы там, как говорится, вот, что он в 27-м был заложен, его формально начали строить в 27-м, но очень так, не шатка, не валка. А основное строительство – это 29-й, как раз, 31-й год. То есть, вполне себе, как раз, вот, начало первой пятилетки. Нет, это можно… Вот я тогда вернусь к цифрам. Давайте. Итак, ленинская пятилетка Гойл-Ро, я уже назвал, какие цифры – 50, 42, 12, 16, 23. Это темпы ежегодного роста после восстановления, это после 25-го года я цифру. А теперь берем сталинские первой пятилетки. Если взять от 31-го года, вообще-то-то непонятно, пятилетки или трехлетка. Мы запутались с этим, если, по сути, то первая пятилетка была трехлетка. 31-й, 32-й, 33-й. И какие здесь годы были, цифры 21, 13, 7. С середины 29-го года, с мая 29-го он отсчитывает. Давайте договариваться. Нет, не договариваться. Это есть решение этого… Решение, собственно, когда план первой пятилетки был утвержден в качестве закона. Это мая 29-го года. Точно так же в качестве закона был утвержден план Гойл-Ро. На съезде. На съезде. Поэтому тогда вот один утвержден и другой утвержден. А теперь кто прав, кто не прав. Не прав тот, кто наслоил на тот утвержденный план свой план. Но это несправедливо. И приписывают тогда пятилетке то, что было заложено и на две трети выполнено в годы Гойл-Ро. В комиссии генерального плана электрификации план Гойл-Ро рассматривался и подводились его итоги. И там, в общем говоря, все это отлично признавалось. Поэтому, как говорится, тут говорить о каком-то, скажем так, противопоставлении одной ленинской и сталинской политики, ну, довольно странно. Не говоря о том, что сам Сталин, в общем говоря, неоднократно говорил, что это галимый абсурд. Он продолжатель был по ленинской политике. Да. Но все лавры были приписаны... Гойл-Ро. Гойл-Ро. Нет, Гойл-Ро вообще... А вообще о нем не слышно, как что-то серьезное. Да, конечно. Это глобальная индустриализация всей страны. В советской литературе, которую вы, безусловно, читали, там, в общем говоря, все исключительно Гойл-Ро. Вот когда я открыл вот этот многотомник генерального плана электрификации, у меня было состояние легкого шока. Как вообще такое можно забыть? Это было непосредственно продолжение плана Гойл-Ро и его, кажется, методов. Отлично. Но он под ткану, как будто бы его не было. Я совершенно случайно нашел его в каталоге, и, собственно, когда стал заказывать и смотреть, вот у меня было состояние шока. Поэтому нет, тут, как говорится, выйдут напрасно, пытаетесь все, как говорится, перевернуть. Нет, 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 я не пытаюсь. Я как раз вы совершенно правы, если брать советский период, да, но я беру сейчас Валентин Юрьевич Катасонов. Вот он нигде не говорит, потому что индустриализация в годы НЭПа. А НЭП и Гойл-Ро – это примерно одно и то же, потому что НЭП, мы его вульгаризовали и слишком примитивно его рассматривали. Ну, если так уж говорить, я как раз тоже относился к тем историкам, которые выдвигали вперед индустриализацию. Эта индустриализация пошла в годы Гойл-Ро. Но посмотрите, какие темпы. Построены гиганты. Дело в том, что сами плановики того времени, именно как раз в середине 20-х годов, когда они обсуждали вопрос о темпах роста, там была целая дискуссия, между прочим, с довольно жестким противостоянием буржуазных экономистов Громана и коммунистов в главе с Кижановским, они вот эти высокие темпы серьезно не считали. Они прекрасно, прекрасно говорили, это восстановительный темп. Вот был Кировский завод, собственно, краснопутевский, лежал в Руене. Вот сейчас, теперь он восстановительный период, когда закончил. 20-20-20-20-20-й год. 25-й. 25-й. И тогда уже примерно... И вот эти вот скачковые темпы, они сами, эти плановики, они серьезными не считали. Я... Нет, они серьезные, потому что, нет, усилия огромные, но в плане, когда с нулевой базой, я и поэтому отчего... Да, с очень низкой отправной базы. Ну, я дальше теперь после 25-го года. 42-го процента. 12-16-23-22. Вот годы Гойл-Ру. И еще что. Вот я сейчас зачитаю фразу Иосифа Виссарионовича. В феврале 31-го года мы построили крупнейшую социалистическую индустрию. Значит, уже в 30-м году можно было говорить, что построена крупнейшая социалистическая индустрия. За два года. А предшествующие 12. Но такая фраза говорит о том, что он оценил, что создано огромное... Вы знаете, вот если выдернуть одну фразу из контекста, можно насочнять все что угодно. Что Сталин имел в виду? Поскольку я много этим занимался как раз, и именно вопросом, как и когда, и в какие сроки строились крупнейшие предприятия, он как раз имел в виду вот эти самые предприятия, построенные именно в первую пятилетку. То есть с 29-го по 31-й год. С 29-го по 31-й год. Самое главное из них, это магнитка. Нет, нет, нет. Это очень кузнецкий комбинат. Это фраза сказана в феврале 31-го года. Значит, до 31-го года, до 31-го года была построена крупнейшая социалистическая индустрия. Слава Иосифа Виссариова. Но если вы запустили магнитогорский комбинат в 30-м году, который был построен в чистом поле за два с половиной года, вы можете так сказать или нет? А кузнецкий комбинат, тоже задутый весной 30-го года, можете сказать? Можете. Да, в 30-м году нет. Это все как раз и уходит в Голру. Нет. В Голру не было планов ни Кузнецкого, ни Кедовоцкого. Ну, подожди, что, что, что. Они позже появились. Не, 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 не. Без плана, без плана там ничего не делалось. А если бы... Что такое построить Беслана? Да уж что. Это железные дороги, просчитать, урал, энергетика. В 20-х годах составлялось 1001 планов. Только основных планов, касаемых там работы промышленности, работы железных дорог, топливных, было несколько десятков. Некоторые из них отвергались сразу же, некоторые из них переделывались и дорабатывались, потом как-то принимались. То есть, перед тем, как был составлен план первой пятилетки, было разработано вариантов, наверное, 40. Различных планов. Десятилетних, семилетних, пятилетних, трехлетних, каких угодно. Там была очень интенсивная плановая работа. Я в своей книге «Сталинская индустриализация» Тоже самое «Гоэл-Ро». Интенсивно. Нет, Дмитрий Иванович, это голословно. Нет, абсолютно не голословно. Там в течение полу... 200 крупнейших ученых, Академию наук, Ленин подключил, они согласились. Важнейшие экономические расчеты. Восемь месяцев. История составления плана Гоэл-Ро отлично известна. И документально, и в воспоминаниях участников. Восемь месяцев. С февраля по декабрь 2020 года. В феврале состоялось первое заседание. Кстати, недалеко отсюда, вот здесь на Мясницкой, как раз есть здание, где Крыжановский собрал самое первое совещание Гоэл-Ро. В конце октября он уже был готов. Потом была история, как его печатать, там тоже с приключениями. Ну, а, собственно, декабрь это вот уже вынос на съезд Советов. Так что нет, 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 вы тут напрасно это делаете. И там... Нет, 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 нет. Ну, тут отбрасывая все, как говорится, последующее планирование. Нет, нет, ни в коем случае. Я просто хочу привлечь внимание, что десятилетка интенсивнейшего социалистического индустриального развития нами почему-то не фиксируется. И мы не аплодируем тому, что было достигнуто Лениным-Рыковым до 30-го года. А я вот сейчас перечислю заводы и крупные предприятия. Мы уже как-то с Викторией обсуждали. Итак, тракторные заводы. Таленград, Степи. Запущен в 26-м году. Первый трактор в 30-м году. Заложен. Заложен в 26-м году. Первый трактор в 30-м году. Первый колышек там забили. А строить у нас сейчас 28-го. Первый трактор в 30-м году вышел. Первый трактор в 30-м году. И так, кого это приписать, пятилетку или Гойл-Ру? Это план пятилетки. Гойл-Ру. Ну что вы. Еще не было никогда. 26-й год, но какая пятилетка? Не было в плане Гойл-Ру промышленных предприятий. И Сталин? Да, вы просто откройте и почитайте. Да подождите, Харьковский завод, 27-й, Челябинский за год, 27-й тракторный заложены. И вот просто так закладывали... Челябинский завод был запроектирован одновременно с его строительством. С 27-го по 27-й год. Да, была, собственно, даже эпопия. Что такое строительство? Это что-то нужно? Железная дорога, шпалы... Это все проектировалось по ходу. Ах, по ходу, да ну да. Да вот так по ходу. Вы просто не знаете истории, не знаете предметов. Я говорю, что все строительства, вот металлургических заводов, тракторных заводов, Днепровес, автозаводов, угольные шахты, электростанции, тепловые, гидро... Для них были планы просчитанные. Вы знаете, я читал этот оригинальный план, собственно, Уралплана. Нет, вам досталась брошюрка. Там огромные тома. Нет, не брошюрка. Вы сказали, что брошюрки достали. Ну, вот такой толщины. Там тома были. Да, генеральный план идентификации, это, собственно, многие тома. Но это, собственно, извините, был составлен в 1931-1932 году. Да ничего подобного. Это было составлено в 1920-1921 годах. Вот со всеми этими томами, со всеми этими расчетами. Но еще раз, 8 районировали, 8 территорий разных. Дмитрий Николаевич, я даже мне как бы... Я читал эти планы, собственно, районировали. Самый общий эскиз. Причем очень примитивный. Там даже сети не было, передающие. Это все было кустовое. И вот, собственно говоря, вот эти ГРЭС, которые тогда выделились как государственные районы электростанции, это 40 тысяч киловатт всего. Как окошки на слезы. Первую пятилетку строили 100, 120, 200. Потом крупнее. Собственно, сама вот эта сеть, именно передающая, как единая система электрификации, она появилась в генеральном плане электрификации. Предположить, что за годы ГОЭЛРО было построено 2200 предприятий. И они построены без плана. Просто на обум-лазеря поехали, решили строить такторный завод. Там будем гидростанцию, а здесь теплостанцию. Да, возможно, мы же так делаем. Почему нет? Потому что возникали потребности. Все, понятно. По потребности поехали и решили строить... Каширскую теплоэлектростанцию. Да, по потребности, конечно. А другие поехали в Сталинград, степи строить тракторный завод. Потому что возить уголь из Донбасса в Москву, соответственно, оказалось, становилось слишком трудно, слишком накладно. И поэтому, да, возникли вот эти проекты. Этим понятно, Дмитрий. Пожалуйста. Я просто, в общем-то, подозрел, что так и получится. Потому что, ну, доктринальный подход к истории, он мне, во-первых, не присущ. Вот. Я всегда стараюсь разобраться в том, как это в действительности происходило. Самое главное, почему. Да, в истории бывают странные вещи. И да, особенно как из Сталинской эпохи, она странными вещами наполнена, мол, до отказа. Там есть на что обратить внимание. Но если мы начинаем смотреть в детали, и начинаем смотреть в подоплеку этих событий, мы начинаем понимать, что да, в этом была своя сермяжная правда. И та же самая, например, потребность, о чем я говорил, которая привела как раз к проявлению магнитки, например, она заключалась в том, что выжать из Югосталя, то есть из Донецких металлургических заводов, больше металла, тогда не представлялось возможным. По самым разным причинам. Ну, потому что, знаете, все-таки, как говорится, это приворожское месторождение, но не резиновое, плюс там, соответственно, там уже богатая руда, на которой эти заводы работали, заканчивалась. Там открыли железистые кварциты, чтобы их освоить, требовалась некоторая технология. И требовалось, короче говоря, ну и потом, опять-таки, тот же самый вопрос. У нас все в Донбассе, а страна огромная. И мы что, получается, собственно, на Урал будем возить металл? Большое количество. Вот Урал-план и зачесал в голове. Надо что-то делать. Потому что у нас не останется время на коллективизацию, тогда вот обратимся к нашим зрителям. Итак, в результате дискуссии сложилось две точки зрения. Одна точка зрения говорит, что строительство две с половиной тысячи мощнейших комбинатов до года Гойл-Ро строилось с расчетом, расчетом, экономическими затратами, сколько это стоит, что нужно подвести. А вторая точка зрения, Дмитрий Николаевич, говорит, вот люди выезжали и вдруг чувствовали потребность. Не утрируйте мою позицию. Не надо сказать. Мы сказали, что не планировали, не рассчитывали. Не планировали. Не планировали в том смысле, в котором вы пытаетесь навязать. Чтобы искать был некий гениальный Гойл-Ро, в котором все вот это было рассчитано. Нет, нет, нет. Такого не было. Нет, было просчитано. Но вот когда возникала потребность, возникала идея, что построить, здесь вот начинались как раз плановые расчеты. Люди-то опытные. И, соответственно, да, вот они как раз уже могли рассчитать комбинат, транспортные потоки, соответственно. Потом, соответственно, появилась вот эта гениальная идея Урала-Кузнецкого комбината, встречного перевозка. И вот так же просто обратиться к нашим дорогим зрителям. Вы пытаетесь сейчас спрятаться за общественность. А я говорю о своем имени, и о имени тех источников, которые я изучил. А я на это потратил, извините, ну, 10 лет, а только конкретно на индустриализацию. Вообще, у нас советское хозяйство четверть века. Нет, Дмитрий Николаевич, мы оба потратили очень много времени. Вы как профессиональный экономист и историк, а я как любитель. Поэтому, разумеется, у меня больше ошибок. Но вот моя точка зрения, что все, что было сделано, в значительной мере запланировано заранее. А ваша точка зрения, что вот они строят, строят, потом возникло желание что-то еще, они выезжают, смотрят и снова... Вы пытаетесь исказить мою точку зрения. Ну, тогда формулируйте ее четко. Дело в том, что план развивался постоянно. План развивался. И планирование тоже шло в развитии. План Голоро – это самый общий абрис. Это самые первоначальные наметки. А все остальное по ходу? А все остальное по ходу. В котором даже не было производства как такового. Он был чисто энергетический. Даже более того, чисто топливный. Потому что в 2020 году, что Ленина больше всего беспокоил? Дмитрий Николаевич, вот две позиции. Уголь. Уголь его тогда беспокоил. Страшно беспокоил, потому что угля не было. Именно на этой почве возник как раз идея Голоро. Возник торф. Возник все вот эти вот, как говорится, идеи. Голороинирование местного топлива. Как они стали пилять район? Местное топливо, что-то можно построить, как разверстать электронарку. Все это так и а то. Тогда вот как бы сформулировать. А в последующем уже, да. В последующем уже пошел, как говорится, в развитии. Да, вот как бы два подхода тогда, если сформулировать первую версию, отбросить. И так вот на обсуждение, дорогие товарищи. А наша задача подключить людей. Потому что, чтобы они тоже приступили. Кто-то там есть сейчас будет слушать нас, экономисты, историки со своими цифрами. Итак, два подхода. Первый. Гойл-Ро – это серьезный, обширный план, который был на 90%. Попытались просчитать, сколько потребуется, где что открыть, где достать руду, где поставить электростанции, где гидростанции, где какие плотины. А потом, по ходу, что-то добавлялось. А второй план, второй вариант. Это вот вы говорите, что Гойл-Ро – это общий обрез, общие очертания. А потом, когда люди начинают делать, возникают потребности, они тогда планируют вот ту конкретную задачу, которая возникает. Вот два... Ну, примерно так можно. Да, и вот, дорогие мои, как вы считаете, чей взгляд на историю больше соответствует вашему представлению? Первый или второго? Хорошо, теперь это что? Коллективизация? Теперь коллективизация. Коллективизация. Вы знаете, что Ленин был промещиком всероссийским? Молчание. Не знаю. Дело в том, что то, что дипломатично назвали натуральным продналогом, на самом деле, в сущности, было оброком. Потому что государство владело всей землей, крестьяне только пользовали. И, собственно говоря, Ленин возложил на крестьянство вот этот натуральный оброк, рассчитываемый отпашным, именно за пользование земли. Не только, кстати, на крестьян, а вообще на всех, кто пользует землю. Там были и горожане, и коммуны, и все. Это было общее требование. Здесь он выступил именно как такой всероссийский помещик, который вот оброк. Была еще, кстати говоря, чисто феодальная подухла, отработочная барщина, когда крестьян заставляли там ремонтировать дороги, там выполнять перевозки. Но это 21-22 год, потом от нее быстро отказались. Ну там все у разных причин. То есть, это вот как раз вот компонент, толщина называют НЭПа. И заметим, что произошел резкий переход от одной системы к другой, потому что продразверстка, это была система закупки. Это была рыночная по духу система. Нет, да что вы. Там вообще денег не было. Когда хлеб покупал, нет, изначально она царская была, и она там за рубли. Военный коммунизм, вы хотите сказать, были... Да. Причем, более того, большевики не признавали продажность к своей. А там денег не было. Там был прямой продукт. У них денег не стало. Начнем с этого. В принципе, деньги не нужны. И золото, деньгами, а клеем туалет. Деньги у них первоначально, кажется, имелись, но их довольно быстро не стало. Они обесценивались. Ну, а система продразвертка, система закупок. И даже Ленин об этом говорил в Реодиме, что мы, кажется, да, вот в рамках продразвертки мы берем у крестьянина даром, но это в долг, потому что продразвертка – это закупка. И, соответственно, мы это должны вернуть. Я, правда, не нашел конкретных сведений, то есть как-то долг погашался предкрестьяным, погашался ли он вообще. Не исключаю, что последующие там всякие продовольствия, семенные суда были зачтены как раз. Продразвертка, точнее, в расходе. Таким образом, вот, а продналог – это безвозмездное изъятие. Это именно налог как таковой. А налог вот именно натуральный на, собственно говоря, страну собственной земли, на работу чернем крестьяна, доброк. Поэтому, да, Ленин тут помещик всероссийский. А в Сталин тогда еще круче? Сталин нет. Сталин как раз вернулся к закупочной системе. Где? Потому что сдача, сдача, собственно говоря, в Комзак – это была сдача за деньги. Да что, выливали все до последнего зернышка. Еще вам объясняю, что как раз вот именно та система, которая была введена в 1934 году, после всех этих пертурбаций, она предусматривала собой продажу хлеба колхозами в Комзак за наличность. Есть даже постановление, которое обязует те подразделения Комзака открыть кассы с наличностью и открыть кафе, собственно говоря, там, ну, не ресторанчики, а, ну, чайные это назывались, чтобы крестьянам было удобно ждать расчета. И, соответственно, все вот это, как говорится, тоже за деньги. Дмитрий Главович, давайте опять вернемся, я хочу предложить с цифрами. Итак, выделяем два периода до 30-го года, когда доля коллективных хозяйств была менее 50%. По-моему, в 30-м году, что-то, 20-25. А 31-й год, уже 83%. Его гораздо меньше, насколько мне помню. Еще меньше. А 31-й год, там уже 80%. И они были резко различны, по сути. Да. Там и коммуны, и тозы, но я как будто рубеж. 30-й год. Вы, кстати, знаете, что был план коллективитации? Нет, я сейчас просто хочу результат посмотреть. Нет, а без плана это бесполезно. Если вы не знаете, какой был план, то какой смысл рассуждать о результатах? Это меня интересует, каких результатов достиг сталинский план по сравнению с тем, что было до коллективизма. Вот сравнить по результатам, по итогам. А потом тогда будем смотреть, если... Вы не хотите ответить на вопрос, собственно, какой был план он, получился, не получился, или получился очистить? Насколько я понимаю, у Сталина была справедливая задача обеспечить строительство тяжелой промышленности за счет чего? За счет экспорта и той, ибо валюты ибо зерно, как валюта, закупить необходимое оборудование. Правочник внешней торговли СССР за 18-40 год говорит прямо противоположно. Основные экспортные товары Советского Союза в то время были... Кушнина, лес и земля, 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 уголь, лес, кушнина, нет, марганец и нефтепродукты, нефть и нефтепродукты. Они, собственно говоря, начинали. Это, собственно говоря, вот этот период. Такой? 18-го по 40-й. Ну, я с конца 20-х, собственно говоря, в течение 30-х годов. Зерно находилось на пятом и на шестом месте. Причем советская внешняя торговля как раз начиналась именно с нефти. В 22-м году была эпопея, когда первый танкер, собственно, бункеровавшийся в поте нефтью, он отчалил и его продали итальянцам, вот буквально, как говорится, он еще не успел, как говорится, покинуть порт. Это мы ушли немножко в другую тему. Я вернусь, хочу вернуться к коллективизации. Дело в том, что статистика внешней торговли, вот вы говорите, что вот там за хлеб, это распространенное заблуждение. Советский Союз продавал в основном другие сырьевые товары, потому что это же промышленные. И, собственно, через средний заметное место занимал марганец, между прочим. Нет, Дмитрий Николаевич, вы уходите от... Нет, это как раз это все имеет право. Поэтому Советский Союз прекрасно мог обойтись без хлеба. Нет, можно я сейчас формулирую задачу нашего второй половины. Итак, в 30-м году был рубеж между долей коллективизированных хозяйств, в 30-м, по-моему, 25%, а в 31-м уже 80%. Скало этого я точную цифру не скажу. Вот меня интересует, посмотреть. Значит, первый этап, где Ленин говорил, что крестьяне должны, несомненно, единоличники менее эффективны, чем кооперативные коллективы. И наша задача привлечь крестьян и сделать им выгодным и интересным вступать в колхозы, потому что мы дадим трактора, дадим зерно, дадим электричество, но только добровольно. Крестьяне, они и сами создавали колхозы. Причем, значит, добровольно и охотно. Вот, да. Добровольно. У всяких такторов, кстати говоря. А вторая концепция Осипа Виссарионовича нужно максимально коллективизировать сельское хозяйство для того, чтобы нам обеспечить необходимые ресурсы для потом вложения в индустриализацию. Вот два подхода. И вот теперь посмотреть состояние сельского хозяйства по 30-й год и после 30-го года. И вот я сейчас перечислю цифры. Итак, сбор зерновых. Главное, сколько мы собираем зерна. Один из базовых параметров. Дело в том, что валовые показания, показатели сбора зерновых, они мало что говорят. Потому что их нужно сравнивать с потреблением. Я эту работу делал как раз для начала 30-х годов, то есть для самого разговора коллективизации. У меня получилось так, что Советский Союз все это время был с резервом хлеба. Урожай были больше потребления. Заметно больше. Многие миллионы. Даже в 1931 году даже, по-моему, 11 миллионов. Это, кстати, тоже как раз вывод из советского планирования. Я много чего прочитал и многому научился на этом. Как раз там ставление баланса было одним из главных методов. То есть любые цифры ничего не говорят, если не приведены в систему. А система это баланс. Приход, расход, остаток или дефицит. И вот, соответственно, вся голодоморная литература, но всех там якобы специалистов по коллективизации, которые были в советские годы и в первые после советских годы, они все толкали какие-то разрозненные цифры, даже не сведенные в потребную тему. То есть вот, смотрите, вот на сбор такой, вот сбор такой, а какие были потребности? И теперь, когда я, собственно, сделал эту систему цифр, у них начинается истерика. Потому что выводы получаются не такие, которым бы хотелось. Совершенно готовая теория раскулачивания коллективизации появилась, можно сказать, как вы говорите, в годы Голлорова, в 20-м году. Было даже первое, собственно говоря, первое съезд колхозов, на котором, в общем, это все было провозглашено, причем в виде, в общем, не оставляющем никаких сомнений. У меня есть книга, посвященная как специально этому вопросу «Сталинской коллективизации» «Борьба за хлеб». Я все это подробно рассматривал. Может быть, не все, не все детали, которые бы хотел, но большую часть из них. И там как раз и о том, что колхозы были очень разные, о том, как все возникало, и о том, что, собственно говоря, НЭП именно в аграрной сфере полностью провалился, потому что 24-25 год был очень голодным. Итак, вот зачитаю цифры. Ну, давайте. Валовый сбор, миллион центнеров, называю. 25-й год 725, 762, 723, 733, 717 и 30-й год 831. Коллективизация. Порядок. 690, 699, 820, 890, 91, 820. Те рост... А зачем оваловый сбор зерна? Так была цель поставлена. Увеличить объем сбора в государственном хозяйстве. Вы плохо читали источники. В коллективном секторе. Общий сбор. Здесь общее количество. Никто там не рассуждал общим сбором. И что? Главная особенность споров вокруг коллективизации конца 20-х годов, то есть примерно с 27-го по 30-й, по 29-й. 30-й, может быть, ни о чем не спорил. Она как раз состояла в том, что большевиков не устраивал частный кулакский сектор. И они хотели нарастить именно коллективный сектор, то есть колхоза плюс совхоза. А вы знаете, какова доля кулака была в 26-м, 27-м году в общем объеме собираемого зерна? Так вот, это им не нравилось. А вы знаете, какая доля? Какая? 13 процентов. Ну, скорее всего, это не так. Это товарное зерно, там побольше 20 процентов. То есть, а зачем тогда, если основное зерно 85 процентов давали середники и бедняки, но у меня официальная статистика, у меня собственных, я там тогда не жил. Я использую официальную статистику. Итак, совхозы и колхозы в 26-27 году давали 1,7 процента, кулаки 13 процентов, а 85 процентов давали середники и бедняки. На кой хрен тогда кулаков раскулачивать? Это страшные горе, слезы, страдания, высылка. Зачем? И вот я теперь сочетаю все-таки объем, валовый сбор зерна. 762, 723, 733, 717, 835, включая 30-й год. И после коллективизации 695, 699, 828, 894, 91, 901, 827. Нет роста. Следующее. А урожайность считаю с 25-го года. Урожайность миллион центнеров на гектар. 83, 82, 76, 79, 75, 30-й год, 85. Коллективизация, мгновенный обвал. 67, 70, 67, 65, 73, 54. Загробил Сталин. Мне страшно эти вещи говорить, потому что в моем сознании, когда я с этими цифрами познакомился, вообще-то трагедия тогда была сельским народом. Их загнали в ежовые рукавицы, а эффекта на выходе Сталин угробил, в том числе и зерновой сектор. Но посмотрите, какая перепад урожайности. Дальше. Подсолнечник, масличный. Считаю годы 25-й год, миллион центнеров, 2,2, 1,5, 2,2, 2,1, 1,7, 1,6, 30-й год, 31-й, 2,5, а потом 1,1, 1,1, 1,1, 1,2, 1,1. Личные. А масло это подсолнечник, один из важных источников всего того, что делается на масле. Причем количество тракторов, вот посмотрите, насколько оказалась неэффективной коллективизация, что один и тот же объем собираемого зерна, а урожайность упала процентов на 20, тогда как в 29-м году было тракторов 35 тысяч, а в 35-м 360 тысяч, а к 40-му году там свыше 500 тысяч, когда Ленин мечтал, он говорил, нам бы 100 тысяч тракторов, и мы завоюем деревню. У него, у Осипа Виссарионовича полмиллиона тракторов было, а урожайность ниже, чем было в свободном функционировании крестьянского хозяйства. Ну, а теперь, соответственно, ваших цифр не хватает двух, пока не мере, компонентов. Ну, давайте. Откуда молоко, масло, сметана, это коровы? Называют цифры. Просто обвал, начинается коллективизация, вот я читаю, до 30-го года. Коров, миллион голов, 26, 28, 29, 29, 29, 28,5, 30-й год. Потом, моментальный обвал, 24,5, 22,5, 19, 19, 19, 20, 20, 21. Обвал коров, лошадей, кооперация уже в рамках ленинской модели, миллион голов, считаю, с 25-го года, 25, 27, 29, 32, 33, 30-й год, 31. Начинается коллективизация, обвал, 27, 22, 17, 15, 15, 15, 16, 15. Мой вывод. И здесь ленинская модель коллективизации, основанная заинтересовать крестьянина, он сам пойдет, тем более, что там 90 уже процентов, или 80 было в той или иной форме, в кооперированных, исходя из личных интересов, в кооперации. Так вот, насильственная коллективизация катастрофически ударила по сельскому хозяйству, как по зерновому, так и по животноводческому секторам. Отсюда мой вывод. Дорогие мои, ленинская модель, и нужная ленина, вот я поражен, мне приходится начинать восстанавливать реальные заслуги Владимира Ильича в мирные годы, в мирного строительства. Ленинская модель, как ее назвать? Я бы ее назвал, ну, конкурентная экономика. Мы отдельно тогда поговорим, какие там были структуры, и вот в ленинской модели, в НЭПовской модели была конкуренция форм собственности, где государственная собственность, кооперативная собственность, и частная, каждая доказывала преимущество в своей нише. И государственная собственность доказала в тяжелой энергетике, машиностроения, гидроэлектростанции, крупные государственные задачи, там государство, участника, ну, допустим, дай бог, там 3-4%, а 96-98% было бы государственной суммы. Кооперативная собственность, колхозы, и частная собственность, доля тоже, и вот тогда получается, не насильственно навязанные пропорции, а они сами, в рамках рынка, вернее, конкурентных отношений каждый занимает свою нишу и дают те темпы при многократно меньших затратах, как дают сталинские пятилетки. Поэтому, если сесть спокойно и выбирать, несомненно, ленинская модель конкурентной экономики имеет в разы преимущество перед сталинской мобилизационной экономикой. Я только два тезиса выдам, потому что то, что вы наговорили здесь, опровергать потребуется, скажем, времени в два раза больше, чем вы потратили. Во-первых, все вот эти замечательные вещи, коллективизации надо говорить, принимая внимание, сколько народу ушло из сельского хозяйства. 14 миллионов человек изменить память. Очень много. В былые годы, соответственно, такой же уход населения из сельского хозяйства вызвал бы голод, как, собственно, он вызвал в 2021 году. Трактора заменили людей и заменили лошадей в значительной степени. Вот это соотношение тяги механической и людской, и конской, оно резко поменялось в пользу их. Она более производительна, она более надежна. И с этим надо считаться. То, что урожайность падала, ну да, стали распахивать большие собственности. Там урожайность была низкая, но именно делался вал зерна за счет, как-то больших площадей. вот это один момент. А второй момент, вы знаете, вот даже в НЭПе, там не было никакой свободной конкуренции. Там государство сразу стало наступать на частника методами монополистического капитализма. тресты, синдикаты, это все, собственно говоря, 22-23 год, еще при жизни Ленина. Это пошло, он более того, он это, собственно, декретировал, он это ввел, это стало при нем создаваться. Это не государственные. Да, тресты были государственные. Синдикаты, тресты, картели, это... Это все было государственными. Это кооперативы? Нет, это не кооперативы были, это все было государственным. А зачем государству создавать тресты, картели, зачем? Нет, они создавались. Это факт. Они сами создавались. Вы не можете с этим спорить, это факт, это были государственные. Они создавались сами. Они управлялись в СНХ, СССР, то есть государственным органом, вот эти все тресты и синдикаты. И они давили частника, давили жестоко. Плюс еще там налоговая старалась. Это как раз тоже 24-25 год, когда частная торговля, оптовая в первую очередь, они ее задавили. В 1927-1928 году уже частников в опте не было. А потом и розницу придушили. Придушили этого немножко? Соответственно, государство методами монополистического капитализма душило частников и задушило. Сначала оптовую торговлю, потом розницу. Промышленность там довольно быстро закончилась, потому что уже в конце 20-х годов частный капитал в промышленности был представлен в основном иностранными концессиями. Но в 1931 году кончили их. Поэтому тут говорить о конкуренции во времена МЭПа странно. Теперь о том, собственно, что нам из этого взять. Я могу так сформулировать. Некоторые методы планирования и стройки промышленных объектов, ну это, конечно, да, это методы индустриализации, методы первых пятилеток. Там, конечно, да, хватало ошибок, хватало шараханий, но, тем не менее, были интересные примеры, особенно к тому, чтобы построить, например, огромный завод в 300 месяцев буквально от Ковышка. Причем это довести до пуска продукции и последующего восстановления. Не менее интересно, например, как это делось во время войны, когда тоже в ускоренном порядке строились промышленные предприятия, которые тут же пускались там. Ну, например, я могу привести пример. Чебаркульский трубопрокатный завод был в 1942 году построен за два с половиной месяца всего. То есть полностью предприятие, то есть от Ковышка, первый Ковышек забили, до готовой трубы. Вот это да, вот это нам стоит поучиться и стоит этот метод помнить. Вот что касается всего остального, вот планирование интересного, я уже об этом говорил, что да, вот именно как инженерский подход приложить к будущему, что для этого нужно, какие технологии потребуются. Да, это вот их изобретение. Ну, а вот вот эта вся вот там конкуренция и все такое прочее. Адепты НЭПА не понимают простую вещь. Мелкое и среднее производство, не опирающееся на собственную крупную промышленность, не жизнеспособно. Это хорошо мы перепоняли в Китае, когда сначала они с большими трудами построили государственную промышленность, а потом, да, стали создавать вот этот мелкий сектор, который поднялся у них в огромную силу, в огромного экспортера, потому что его обеспечивали государственные гиганты. А потом он уже сам, да, уже сам КГС разросся, поднялся, то есть выросли крупные предприятия. Ну, вот именно противопоставлять так вот мелочь и крупные предприятия, это абсурд. А кто противопоставляет? В вашей концепции это противопоставляется. Может быть не явно, может быть вы сами это не осознаете, но противопоставляется. На мой взгляд, я говорю, конкуренция в форм собственности. А вот это как раз и есть. Конкуренция в форм собственности нет. Конкуренция в форм собственности это нет. Если мелкий товаропроизводитель на счет конкурирует, например, северсталью, северсталь его раздавит. А если крупный будет конкурировать в розничной продаже цветов, государство проиграет. И вот НЭП как раз ненасильственное нахождение оптимальных пропорций. Я вам сейчас цифру назову. Вы сказали, что задушили, а в 20-е НЭПовские годы не душили. Там если и душили, то реальные конкурентные отношения. Вот доля частной собственности. Где была? Итак, читаю. 24-25 год. Крупные промышленности. Это тогда. 4%. То есть 96% государственных. А вы еще спорите со мной, что Трест и Синдикат не были государственными? Подожди, Трест и Синдикат это производство кооператива. Резина Трест это что? Это кооператива что-нибудь? Это кооператива, конечно. Масло Треста. Но в данном случае, если у вас нет крупных экологических заводов, то производитель пирожков просто не на чем будет печь. Найдем. Вот пирожки с печем. Вот это именно как раз вот так вот мелкий бизнес и гибнет, когда найдем. Нет, вот он должен получить оборудование. Такое оборудование, не знаю, газовая плита или вообще на углях я буду печь пирожки. Да нет. Да, вы знаете, даже мангол это металлопрокат. Доля частной собственности в крупной промышленности 4%. В валовой продукции сельского хозяйства 98%, в ротничном товарообороте 52%. Вот что было в сельском хозяйстве, имеется в виду колхозы и кооперативы. И вот тогда получается, что сама жизнь выберет оптимальные пропорции. И невольно крупная, длиннопланирующая, с длинными деньгами деятельность, там выиграет государство 100%. А вот там, где мелкая суета, там выиграет частник. Или кооператив. А кооператив это отдельный разговор. Но я думаю, тогда наша дискуссия была очень интересная, очень бурная. С точки зрения во многом не совпадают. А это, наверное, и при начинаниях это так бывает. А потом, по ходу, если еще подключить аудиторию, а там много умных людей, попытаться нам найти те оптимальные пропорции, как когда-то удалось Ленину, что в этом общем хозяйстве может лучше делать государство, что может лучше делать кооператив, а что может частник. И тогда вот получится та кумуляция разных видов собственности, которая обеспечивает максимальный темп роста, тот который был в середине 20-х годов. Хорошо, можно попробовать и пообсуждать. Ну, перед тем, как пообсуждать, нужно сначала изучить матчасть. Как говорят, какие случаи? Я матчасть изучал.